Настоящее видео я записываю специально для Забайкальского телевидения, ЗАП-ТВ, которое, по моему убеждению, беспристрастнее остальных СМИ подошло к тому, чтобы осветить трагедию в селе Домно. Я выскажу свое мнение, свою позицию касательно того, что произошло. Для тех, кто, может быть, забыл, напоминаем, в январе стая собак средь бела дня разорвала маленькую девочку. Тогда эта трагедия, казалось, коснулась всех, но, как выяснилось, скорбь у каждого своя. Вот собираются сначала на импровизированный мемориал жители села, потом всем миром провожают ребенка в последний путь. А здесь испуганный губернатор, явно впечатленный первой реакцией людей. Здесь есть известная местечковость, когда нам кажется, что подобное горе возможно только в нашем регионе, только у нас такой бардак. Но нет, проблема шире, гораздо шире. У общественника Максима Порфирьева есть свой довольно неординарный взгляд на этот вопрос. С ним можно соглашаться или нет, но выслушать его стоит. Почему я, и не только я, считаю, что данный закон, 478 ФЗ, неисполним в принципе? Для этого надо понимать, что такое, кто такие бродячие собаки. Вопреки существующей терминологии, ввели такое неопределенное понятие, которое закрепили в федеральном законе, как животные без владельца. Что не может не влиять на, скажем так, общественное сознание, вызывать у них жалость и даже вину. Обвинить некоторых людей в неуместной жалости, создающей угрозу для людей, нужно иметь определенную смелость. В беседе Порфирьев апеллирует больше научными или околонаучными понятиями, пытаясь путем известных знаний, логики, снять с сознания людей пелену неуместного милосердия и ясным взором взглянуть на проблему бродячих собак. Иначе, по его мнению, с бедой это не справится. Причем он настаивает, что в большей степени вину за нападение бродячих псов несут так называемые зоозащитники, которые сумели, что называется, под себя разработать федеральный закон. Ухудшает ситуацию тот факт, что собака как животное имеет высокую воспроизводимость. Скорость строительства этих приютов и скорость роста численности, они несопоставимы. Самое главное, по мнению общественника, непонятное законодательство, усиленное действиями профессиональных зоозащитников, направлено против социума и в конечном итоге может привести к самым печальным последствиям. Хотя нет, не так. Последствия эти мы ощущаем уже давно.